Всем привет! С вами Панцер. Снова у меня на обзоре пиво Белый медведь. Да, оно у нас появилось и поэтому так или иначе впадает нам на стол и я буду делать обзор. Это пиво, в частности, скуплено не мне, но я его попробовал, по крайней мере скажу, так ли это или не так ли это. Я предположил, что Белый медведь, полярное, это пиво нефильтрованное, заваранное в Украине, на той бутылке я что-то не заметил. Емкость 1,8, в алкоголе 4,5. Как бы тут ни где не написано, что это за пиво. Я предположил, что это нефильтрованное белое. Так ли это, не так ли это, сейчас узнаем. В принципе, Белым медведем светлым я остался доволен. Я думаю, что это будет ничуть не хуже. Попробуем. В стекле у нас появился темный белый медведь, а вот этого я что-то не видел. Ну, так, под цвет похоже на нефильтрованное. И на акте устойчивое это все вполне может быть. Сейчас будем пробовать. Аромат немножко отдает кисломолочным таким. Но почти весь пропал такой. Аромат будем пробовать, значит. Вроде да. Вроде бы нефильтрованное. Довольно густой вкус такой. Насыщенный. Не могу сказать, что есть какая-то, какая-то нотка. Все просто, скорее, нет, чем да. Но у пива, если вкусная, как по мне. С киклинкой, но не фрусовой. Ты знаешь, киклинка, но вкусная. Лично, как по мне, то пиво хорошее. Насколько это белое, сложно мне сказать. По-моему, да. И по внутренности напитка, оно. В общем, пиво вкусное. Пиво хорошее. Стоит, конечно, в принципе, любое белое пиво недешево. По меркам нашим. Посему, ну, в принципе, на себя правдой. То есть, 1,8 тропеда выходит примерно то же самое, что 3-4 бутылки в стекле брать. Даже дешевле, может быть, даже получается. Потому что, допустим, Домс бельгийская в некоторых магазинах больше 20 гривен стоит. Так что, вполне приемлемо. То есть, грубо говоря, 3 бутылки Домса, это меньше, чем вот этого торпеда Белого Миллея. Осталось только один нюанс. Его весь уговорить. Сказать, чтобы оно не выдыхалось. Но, в принципе, я повторю. Пиво хорошее, пиво вкусное. Как, на мой взгляд. И зайдет даже, по-моему, любителям простого лагера. Не только любителям Дефитрового. В целом, мне понравилось. Так что, можно смело брать. И я смело его рекомендую. Субтитры сделал DimaTorzok